В городской библиотеке собрались представители Министерства культуры Республики Дагестан, городского отдела культуры, представители интеллигенции нашего города, также руководители ведущих каневодческих хозяйств, тренера Жакей. А собрались они для того, чтобы вспомнить одному из выдающихся представителей дагестанской культуры начало и середины 20 века, человека, который принес Чикитов в цирк как искусство, нашего земляка Хасамбека Херматова из селения Микиги. Организовал мероприятие руководитель группы каскадеров Муртазек, известный балетмейстер, художник, человек, который без преувеличения продолжает дело Хасамбека, Магомед Мурат Ахмедович Мусаев. В начале мероприятия гостям был представлен фильм Александра Евтушенко, посвященный жизни и творческому пути Хасамбека. Я думаю, это первая вошадка в том плане, что таких людей, которые прославляли до места в родину, их надо помнить, знать и передавать поколение. Я думаю, это первая вошадка, которая сподвигнет, может быть, других людей делать что-то подобное, вспоминать, не забывать. Вообще идея фильма зародилась, как обычно, случайно. Я подал заявку на тему забытых людей в Министерстве культуры в Москве. Заявка прошла, и потом я столкнулся с такой проблемой, что материала именно по героям, о которых хотелось бы и нужно сделать, очень мало. Там в начале фильма идет про Османа Абдурахманова, вот он и Хасамбек Хирматов. В дальнейшем, как бы по ходу работы, я понял, что эти люди, они фактически, хоть тогда их и не назвали спортсменами, но они были зарождателями спорта. Спорт-то не только в Дагестане, но в России спорта все. То есть, и в том числе и конного спорта. И проблема, конечно, была, что очень мало материала. Трудно было находить, много перешлось перечитать. Я звонил даже в цирк, в цирк Дурова я звонил, фотографий посылал, ответов не было. Именно идея снять право Османа Абдурахманова, конечно, это 90% заслуга Мурата. Он стесняется, прячется, вот, благодаря ему, как бы, получилось добыть вот такой материал. Во все века и времена мужество, храбрость и благородство считались лучшими качествами мужчинами. Такими качествами обладал прославленный сын Дагестана Хасамбек Хирматов, посвятивший всю свою жизнь работе с лошадьми, а именно джигитовке. Хасамбек – это, вы знаете, Хасамбек – это история, Хасамбек – это гордость наша Дагестана. Это великий наездник. Он не просто один был, с ним была группа в цирке, которая работала, там и канатаходцы были. Ну, просто время прошло, как бы, да, это давно было, это 30 какие-то года. Но все равно я горжусь вот такими людьми, как Хасамбек Хирматов. Когда мы с мужем приехали в Сергакала, нашими соседями оказалась семья Хасана Хирматова. Такими чудесными людьми они оказались, общительными, добрыми, веселыми. Жена Хасана не знала наш даргинский язык, и когда я к ней обращалась, Хасан переводил. Удивительные были люди. Хасан одевался в костюм и ходил по дому, танцевал лесгинку. У них прекрасные дети, часто проведывали. Две дочери, старшая Зимфира Хирматова, очень воспитанная, отзывчивая была. А сын Халипа маленький был. Он назвал его в честь своего отца. Отец, конечно, характер был, мягко говоря, тяжелый, потому что в том плане, что, по крайней мере, со мной, ну, с нами, с детьми, он был очень строгий, очень, чуть что, их нет. А мне доставалось, по себе скажу, мы в детстве бегали, пацаны, друзья, и он с нами. Я тогда не понимал, что происходит. Это теперь уже могу сказать, что насколько человек, оказывается, может себе позволить в 70 лет, даже больше, чем 70, он с нами на перегонки бегал с детьми. Так он меня готовил всегда, что должен быть лучший и первый. Он меня заставал прыгать, заставлял лазить, заставал нырять и так далее. Это он готовил меня к цирку. Человек, пройдя определенный путь в жизни, оставляет не только свои победы, но и духовно-нравственные ценности для воспитания своего народа. Хорошо прожили они, вырастили хороших детей, объездили много стран, и мой муж уже умер. И Хасана давно нет. Вот так. Хорошие были люди, что говорить. Конечно, мы всегда помним о Хасанбеке, да, наши вот, в Серегикале проводились скачки именем Хасанбеке Херман. И, конечно, школа была у нас, школа каскадеров, конница, вообще, школа жакеев. То есть у нас скачки, это традиционно для нас, а, к сожалению, их так, популяризации их нет. Мы же, в свою очередь, хотели бы предложить вашему вниманию небольшой сюжет, посвященный жизни выдающегося маэстро. Я продолжаю теледелу Хасанбека Магомед Мурада Ахмедовича Мусаеви. Человек, который в совершенствовании владел джигитовкой и который в начале 20 века перенес ее в цирк как искусство, был наш земляк, выдающийся наездник, каскадер, заслуженный артист Дагестана, уроженец селения Микиги Хасанбек Херматов. Как пишет в своей статье главный редактор спортивно-просветительского журнала «Кони Рая» Магомед Мурад Ахмедович Мусаев, культурное наследие Дагестана в первой половине 20 века внесли свою лепту канатоходцы и аула Цовкра. Однако мало кто не знает, что первый из дагестанцев пошел на манеж цирка еще в 1909 году. Дело было в Риге. Цирк братьев Рудольфа и Жижетта Труци был наш земляк Хасанбек Херматов. В цирк Хасанбек Херматов, 26-летний удалец, пришел сложившимся джигитом. Сначала тренировался в родном ауле, потом перенимал технику ассетинских джигит, вращаясь в кругу педегорских конозаводчиков. Хасанбеку крупно повезло. Ему была предоставлена возможность не только демонстрировать рекордные трюки, но и участвовать в грандиозных конных пантомимах, в которых отличался цирк братьев Труц. В составе трупа братьев Труцы, а затем в цирке Эрнеста Ченизелли, он выступал в городах Латвии, Литвии, Польши и Украины. В те годы на улицах многих городов пестрели афиши. Сын горного Дагестана Хасанбек на своем диком коне. Годы гражданской войны этих афиш уже не было. Красный партизан Хасанбек боролся на Кубани против деникинцев. А с 1920 года снова огни манежа. Считают, что в 1941 году Хасанбек ушел из церкви и посвятил себя конному спорту. Но это не совсем так. В 1952 году Дагестан высоко оценил деятельность своего первого джигита, присвоив ему звание заслуженного артиста республики. В этом же году Хасанбек уже готовил группу юных дагестанских джигитов. Но для церкви он их готовил. Ведь дагестанской грозаводской конюшни не было манежа с круглым барьером. Как, впрочем, нет его и сейчас. Как же обходился старый наезд? Пригнали грейдер, выронили поле, начертили круг. Хасанбек с веревкой длиной 6,5 метра по кругу. Сначала тренировать наездник. Рассказывал Данил Дмитриевич Татенко, бывший в ту пору директором госконюшни. Конечно, это было продиктовано бедностью. Но, несмотря на это, результаты у воспитанников Хасанбека были хорошие. Известный цирковой джигит Де Тоев предложил ученикам Хасанбека, Магомед Дибиру, Арслан Ильеву и Николаю Татенко, вступить в профессиональный коллектив, принять участие в создании нового конного аттракциона. Хасанбек, однако, рассудил иначе. У него была мечта у себя дома в Дагестане создать такой аттракцион. Мечта старого маэстро не осуществилась. Хотя, можно сказать смело, что именно в конном спорте в те годы, благодаря Хасанбеку, Дагестан добился значительных успехов. Дагестанцы с успехом выступали на зональных соревнованиях в Пятигорске, в Нальчике, в Краснодаре, в Ростове и в Москве. Легендарный командарм оценил мастерство учеников Хасанбека. Десятки лет его выступлений потрясали публику по всему миру. Ни одного верного друга пришлось сменить ему за эти годы. Но особенно запомнились скакуны Торец и Арсен, которые по праву делили большой успех сопутствующим выступлениям Хасанбека, танцевавшего на полном скакуле с гинько Хасанбек. Если в начале своей карьеры он выступал один, то со временем стал руководителем целой группы наездников со специальным отделением и программой. Он воспитывал плеяду талантливых учеников. Среди них всемирно известный наездник Осетин Алибек Кантемиров. Как наездник, каскадер Хасанбек принимал участие в съемках фильма «Абрек-Заор». Фильм «Абрек-Заор» 1926 года выпуска, как бы сейчас сказали, был одним из первых советских приключенческих боевиков. Субтитры создавал DimaTorzok Последние годы жизни Хасанбеку жил на родине. Он всегда ходил в национальном костюме в Черкесске. В 75 лет у него родился Сан-Халиф. Хасанбек был верующим и добрым человеком. В 1965 году он умер. Продолжателем дела Хасанбек и его летописцем сегодня является известный каскадер, политмейстер, художник, руководитель культурного центра «Муртазек», учредитель и главный редактор журнала «Кони Рая», уроженец селения Хохиталия Вашинского района Магомед Мурат Ахмедович Мусаев. Магомед Мурат Ахмедович Мусаев закончил фрунзенскую студию батально-трюковых съемок. На то время эта студия являлась одной из ведущих студий по подготовке каскадеров-конников. Он участвовал в съемках в качестве каскадеров таких фильмов, как «Битва трех королей» и сказания о хравром Хачбаре и других. Фильм «Битва трех королей» — это была совместная работа кинематографистов Марокко, Испании, Италии и СССР. А фильм «Сказание о хравром Хачбаре» — историческая лента по произведению Расула Гамзатова. И плюнут след вашей лошади! Вот так! Куда вы все смотрели? Но главной мечтой Магомед Мурада Ахмевича Мусаева было создание у нас в республике полноценной группы каскадеров-конников. Еще в далеком 1986 году на базе молодежного центра Анжи была создана группа каскадеров Джигиты Дагестана именем Имама Шамиля. Благодаря поддержке тогдашнего руководителя культурного центра Анжи Курбана Кубасаева была проведена огромная работа по закупке лошадей конного инвентаря. Основной груз работы лег на плечи Мурада Мусаева, который являлся с 1982 года художественным руководителем ансамбля «Авадан». Он же был назначен руководителем группы Джигиты Дагестана. Это было не случайно, ведь Мусаев был одним из тех, кто очень тесно общался со знаменитыми наездниками страны. Находясь рядом с ними, он буквально впитывал и накапливал всю информацию и знания, которые пригодились для создания новой школы каскадеров-конников в Республике Дагестан. Своев элементы джигитовки, каскадерских труков, падений с высоты и так далее. Мусаев возродил искусство, некогда забытое и потерянное в горах Дагестана. Главной проблемой для создания конной школы оказался подбор кадров. Джигиты в первую очередь должны обладать статной осанкой и выносливостью. А для этого наиболее потошли профессиональные танцоры национальных ансамблей Дагестана. Немаловажная была проблема приобретения костюмов и экипировки. Многие вещи были созданы вручную. Большую помощь оказали энтузиасты этого дела. Одним из них был Шамиль Гимбадыч Алиев, который помог изготовить бутафорное оружие сабли-кинжалы на заводе Даг-Дизель. Пройдя все трудности, была создана показательная программа, с которой объездили всю республик. Мурат Ахмедович Мусаев является организатором и участником конного пробега Махачкала-Ахуньго. А в день празднования 200-летия рождения имама Шамиля группа также принимала активное участие. Проводились чемпионаты республики по джигитовке на призы имама Шамиля. А на празднике Дня города Махачкала Магомед Мурат Мусаев вместе с напарницей исполнил танец на коне. Махачкалинцы и гости столицы с восхищением приняли этот танец. В Радахмедовичу Мусаеву изначально с открытия группы каскадеров приходилось сталкиваться с большими трудностями. Перед началом празднования каких-либо мероприятий, посвященных историческим датам или знаменательным событиям, его просили вновь собрать группу. С обещаниями, что после празднования все будет налажено. И у группы появится своя база, а в дальнейшем не будет никаких проблем. Но как только праздники проходили, обо всем забывалось. И каскадеры вновь оставались сами со своими проблемами. КОНЕЦ Знак уважения Магомед Мураду сын Хасамбека-Халиф передал ему личные вещи Хасамбека. КОНЕЦ При литве, так называемой, да, Хасамбека-Хирматова, вот это Чекерская Хасамбека-Хирматова, это Башлик Хасамбека-Хирматова, это Афиша Хасамбека-Хирматова, это вот эта семья Хасамбека, Тетя Зенфира покойная была, они мне это подарили, как бы вот сказали, Мурад, это тебе. Ну, это тоже ответственность для меня. Я, конечно, это домой не отнесу, пока будет у меня дома храниться. Но я хотел бы, чтобы эта школа была, чтобы он спокойно там спал, своя мечта тоже сбылась. Это не только его мечта. Наш пророк говорил об этом, что кто ездит на коне, тот приобретает мужество. Поэтому это очень важно быть на коне. Я же говорил, что из этой культуры, ну, это не полноценно. Но он стоял у истока конного спорта. Вы, как говорится, сегодня наследники этого конного спорта. Ну, потом уже много людей было в Дагестане, как Владимир Петрович Шамбаран. Да, это уже породистые лошади, как ахалтикинская порода. И очень много тоже для спорта сделали. Спасибо вам большое, что пришли, что вспомнили год культуры. Все-таки это год культуры, а он носитель нашей культуры. Народный артист Дагестана и заслуженный артист Северной Осетии Шавлух Ибадулаев, который работал в московском цирке, тоже поделился своими впечатлениями о Хасамбеке. Вот он Туганов увидел, когда я танцую, когда в кончу со всем, вызвал себя. Я пошел к нему, он посадил меня, я говорю, я влюблю, да, и сранжи. Ты, Хасамбек, знаешь, что это будет? Ага. Я смотрю, вот цена, я говорю, когда у него кровотарь, я говорю, я с ума, я говорю, очень, ты знаешь, как он, и он меня рассказывал. Вот мои круты, вот эта вот, вот эта земля, Хасамбек, это он настолько сильнее, сильнее его, не уходу, кондинировая, не уходу, никто не может повторить, то, что он делал. Все время, как в Добольском классе, все говорили об индивидуальности его трюков, то, что он делал. Все обеих только говорили. Не говорили, что руководитель, именно единолично его говорили, как это, легенд, как легенды говорили. Он, когда, такой скоростью, что он делал, это же невозможно было. Мы тоже делаем, но никак невозможно говорить так, как он делал. Такой вот, уже обеих-то охватили и я с гордостью слышал. Далее гости мероприятия отмечали о необходимости создания в Дагестане детской спортивной школы имени Хасамбек и об открытии музея коневодства. Заместитель министра культуры Республики Дагестан Елена Горунова и начальник управления культуры города Фарида Блудлаев также отметили о необходимости создания детской спортивной школы и музея коневодства. Председатель Союза кинематографистов Дагестана Магомед Сулейманов, который являлся соавтором фильма Хасамбеки вместе с Александром Евтушенко, говорил о том титаническом труде, который проводит Мурат Ахмеч Мусаев в создании группы джигиты Дагестана уже в наше время. Дорогой Мурат, ты много лет выносишь идею создания в Дагестане для молодого подрастающего поколения школу джигитов. Вот сейчас правительство наше усиленно старается пропагандировать, возродить отечественный наш дагестанский костюм. Хорошо было бы к этому костюму, он бы хорошо смотрелся, если бы на фоне лошади. Чтобы наши джигиты сидели бы на лошади, управляли бы им, занимались бы этим прекрасным видом спорта. Поэтому мое обращение к правительствам, чтобы вот был у нас прекрасный ипотрон, где были хорошие лошади, хорошие скаковые лошади и так далее. Там могли бы дети заниматься и сейчас нет. Надо возрождать вот этот вид спорта и я думаю, что двои слова мура услышит наше правительство и создадут для детей, для дагестанцев вот такую вот школу, если не цирковую, то во всяком случае школу джигитов. От имени конников нашей республики выступил известный специалист, представитель коневодческого хозяйства имени Магомеда Джафарова мастер-тренер Магомед Хабиб Джафаров. Лошади этого хозяйства стали первыми в рейтинге Ахалтыкинского конезаводства в России в 2014 году. Они были победителями приза русский аргамак на центральном московском ипподроме и приза первой короны на ипподроме города Пятигорск. Семья Джафаровых работает в Ахалтыкинском конозаводстве с начала 70-х годов, с того времени, как был открыт Госплем конзавод Дагестанский. Тогда первая группа этих лошадей пришла в совхоз Губденский. Они долгое время работали вместе с выдающимся зоотехником селекционером с мировым именем Владимиром Петровичем Шамбарантом, о котором также тепло вспоминали в этот вечер. Занимались мы всей семьей в конном заводе, если говорить, а вот до перестроек и стали уже заниматься своим делом и теперь же работать в тренинге. Конечно, было большое удовольствие и для себя и всем, когда все это можно реализовать, и работать когда у себя в Дагестане на своем ипотроме своя спорщика была. Вот так вот мы с одной лошади с пару голов начали заниматься и сейчас большое треное отделение свое поголовье уже теперь получается мы уже третье поколение своих, если наши родители, потом мы сейчас уже наши дети занимаются и продолжают. Так как мы занимаемся скачками, к сожалению, у нас спорта в республике слабо очень внимание выделяют спорту и занимаемся скачками. И в этом деле есть некоторые призы, одни и те же призы традиционные, которые выиграли по несколько раз. В этом году четыре головы у нас было халтикинцев, один из них жемчуг, восемь стартов, семь побед. Другой жеребец, который принадлежит вот этот баконок без первой короны, это главная скачка для двухлетних лошадей, которого выиграл. И четыре старта, три победы. И точно третий жеребец, три вторых, три четвертых. Другая кабыла одну выиграла, две вторых. Ну, результат вот такой вот. И надеемся, что и дальше тоже будет. Во время праздников на республиканском ипподроме собиралось такое количество народа, что, как говорится, яблоку негде было упасть. Редактор субтитров сам же вечер прошел в теплой дружеской обстановке. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова